Юрий, эмбарго на российскую нефть — это реальная помощь Украине или это, скорее, просто наказание Москвы за развязанную ей войну? Ну, конечно же, в первую очередь, какую цель называют в Брюсселе — это помочь Украине. В каком плане? Чтобы забрать у России ту огромную выручку за нефть и нефтепродукты, которые Россия получает из Евросоюза. И, как мы знаем, это такая серьезная основа российского бюджета. И надежда на то, что если забрать эту выручку, то Россия не сможет в какой-то момент финансировать свою военную машину. Конечно же, если мы смотрим, что именно приняли, это эмбарго на сырую нефть начнет действовать через 6 месяцев, на нефтепродукты через 8 месяцев, а на трубопровод «Дружба» вообще неизвестно, ведут его или нет, хотя хотят ввести. И, конечно же, мы понимаем, что вот сейчас это эмбарго как-то не очень поможет остановить войну в данную минуту. То есть у России выручка все равно будет идти. Но что мне отвечали здесь, так это то, что если, допустим, например, ввести эмбарго сегодня на завтра, то это еще больше взвинтит цены на нефть мировые, а они и так повысились, и даже в последние дни они повысились. Но все-таки нужно понимать, что Евросоюз постепенно уже отказывается от российской нефти. Пока цифр как-то по всему Евросоюзу в Брюсселе не называют. Но мы понимаем, что все идет к тому, что Россия сможет получать из Европы все меньше и меньше денег. И в какой-то момент это все-таки начнет сказываться на ее способности вести войну. Юрий, принятие шестого пакета санкций, оно сильно затянулось, в том числе из-за особой позиции Венгрии. Как удалось решить этот спорный вопрос? Вообще удалось ли его решить? Да, его удалось решить. И мы много слышали разговоров о том, что вот Виктор Орбан, премьер Венгрии, это друг Путина. Но что я видел и раньше, и как показала вот эта нефтяная эмбарго, Виктор Орбан друг только одного человека, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Все решилось тогда, когда Евросоюз нашел решение для, скажем так, экономических интересов Венгрии, когда сделали исключение для нефтепровода дружба, по которому Венгрия получает большую часть своей нефти. И когда сделали еще одно, скажем так, исключение, если вдруг этот нефтепровод перестанет работать и нефть перестанет поступать в Венгрию, то Венгрия сможет получать нефть танкерами. Такое же исключение сделали и для Чехии, и для Словакии, которые также очень зависимы от этой трубы, которая осталась с советских времен. И как только вот эти вот исключения были сделаны, которые, в принципе, заботятся о экономических интересах и энергетических интересах Венгрии, то сразу же Венгрия сняла свои опасения или свою блокировку этого вопроса и согласилась на это эмбарго, что показывает то, какие действительности были, мотивы и цели Будапешта. В реальности ЕС все-таки хочет отказаться от нефти постепенно, через 6 месяцев. То есть, на самом деле, это будет разгар зимы. Нет ли в Брюсселе опасений по поводу сроков? Нет, я вот таких опасений не слышал здесь совершенно. Дело как раз и в том, что дали такой большой переходной период, 6 месяцев на сырую нефть, 8 месяцев на нефтепродукты. Как раз для того, это исключение, не исключение, а эти сроки предоставили для того, чтобы все страны Евросоюза смогли найти альтернативные источники нефти. И все-таки я не знаю, если бы шла речь о Газе, я не знаю, может быть, там каким-то образом и принимали во внимание, то отопительный сезон это или нет. Все-таки с нефтью это немного попроще. И я уверен, что те, у кого, а это у многих в Западной Европе стоит отопление на мазуте в каждом доме, то я, конечно же, уверен, что все цистерны, все баки мазута будут заполнены еще до начала отопительного сезона. И что, скорее всего, каких-то больших проблем не будет, потому что иначе, иначе, навряд ли страны Евросоюза согласились бы на это эмбарго. Потому что, как мы видели, там все очень четко просчитывали так, чтобы не остаться без нефти и нефтепродуктов. Ты упомянул как раз мазут. ЕС хочет отказаться и от российских нефтепродуктов. Речь идет о нефтепродуктах из российской нефти или же о нефтепродуктах, которые произведены в России? И делается ли тут какая-то разница? Вот те санкции, то эмбарго, которое ввели, оно покрывает всю нефть и все нефтепродукты. Там такая очень сложная и длинная формулировка, но, в принципе, она говорит о всей нефти, о всех нефтепродуктах, которые были экспортированы из России или происходят из России. И вот их нельзя будет покупать ни прямо, ни непрямо. То есть вот такая формулировка, она сложная, но, по большому счету, если это распространяется и на нефтепродукты, которые будут сделаны из российской нефти в других странах, конечно же, возможно, будут попытки обойти эти санкции. Может быть, Россия куда-нибудь, я не знаю, в Африку отправит свою нефть, там ее переработают и попробуют все-таки продать в Евросоюзе. Возможно, это и попробуют, может, это и даже и получится, но все равно это будет нарушение санкций. И, конечно же, государство ЕС должны следить за тем, чтобы их не нарушали. Юрий, решение о нефтяном эмбарго принято, но, тем не менее, ЕС отказался от введения эмбарго на российский газ. Есть ли какое-то понимание того, когда можно будет заменить и российский газ? Ну, пока что у нас есть расчеты Еврокомиссии, которые она представляла раньше. И там говорится, что полностью отказаться возможно к 2026-2027 году. Но, конечно же, когда мы говорим о таких сроках, то это очень и очень приблизительно, потому что очень многое зависит от того, как будут вообще реализовываться большие планы Еврокомиссии. Конечно же, если возобновляемая энергетика будет развиваться очень быстро и энергоэффективность будут повышать очень быстро, то, конечно же, смогут отказаться и существенно раньше, чем в 2026-2027 год. Но нужно понимать, что это говорится о том, когда Евросоюз может отказаться полностью от российского газа. Но по расчетам Еврокомиссии до конца этого года Евросоюз сможет закупать у России в три раза меньше газа, чем до начала войны. А это означает, что к концу года, если мы к этому добавим еще и нефтяной эмбарго, то Россия сможет получать из Евросоюза намного-намного меньше денег. И российскому бюджету, который очень зависим от экспорта энергоносителей, конечно же, будет очень и очень больно, если российские власти не одумаются и не прекратят войну. Путин настаивает на оплате газа в рублях. Из-за этого нескольким странам Евросоюза уже был отрезан газ. Не опасаются ли в Евросоюзе, что Россия отрежет газ еще нескольким странам, если не откажутся от так называемой рублевой схемы? Да, вообще-то этого опасались в Евросоюзе. Но вот в последнее время как-то эта тема немного отошла на второй план. Да, отключили газ пяти странам. Это не только Польша и Болгария, но также Финляндия, Нидерланды и Дания. Но эти страны все равно продолжают получать газ из других стран Евросоюза, который, кстати, туда часть из которого точно поставляется все равно из России. Так что эта тема как-то ушла, она не очень на слуху сейчас. Основные потребители российского газа все равно продолжают получать газ. И посмотрим, что будет дальше. Но пока похоже, что этот кризис отошел, и Евросоюз все равно будет и дальше получать газ из России. Санкции Евросоюза, они коснутся и банковской сферы, в частности Сбербанка. Почему Сбербанк решили добавить в черный список именно сейчас или только сейчас? Ну вот, опять-таки, мы говорим о стране-бензоколонке, как часто называют Россию. И здесь, опять-таки, все упирается в энергоносители. Почему Сбербанк до этого не хотели отключать от SWIFT? Потому что довольно много проплат за энергоносители, в первую очередь за газ, шло как раз через Сбербанк. Но теперь все равно нынешняя та схема, по которой Россия хочет получать деньги за газ, она все равно предусматривает проплату через Газпромбанк, а не через Сбербанк. И поэтому это сняло, в принципе, все возражения тех, кто не хотел отключать от SWIFT Сбербанк. И вот теперь, с 14 июня, он, как и два еще других довольно немаленьких банка, отключат от системы SWIFT. А что с людьми, которые попали в черные списки? И что с патриархом Кириллом? Ну вот, патриарха Кирилла спасло вмешательство свыше. Ну, вмешательство свыше, я имею в виду вмешательство самого высокого кабинета в Венгрии, потому что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который себя представляет как такого большого защитника христианства, он сказал, что религиозных лидеров вносить в список нельзя. Поэтому Кирилл в этот список и не попал, что очень разозлило довольно много других стран Евросоюза. Но из людей, кто попал, самое интересное имя, конечно же, это Алина Кабаева, которую считают то ли любовницей, то ли девушкой, то ли женой Путина. И, конечно, было очень интересно, как ее представят в юридическом документе Евросоюза. Вот там, в принципе, есть такая категория родственников, как дети того же Пескова. Они как раз там представлены как связанное лицо-дмитрия Песков. Но вот с Алиной Кабаевой немного по-другому. Ее в первую очередь представили как председателя света директоров национальной медиагруппы. И там говорится, что вот эта группа, она транслирует российскую пропаганду. И только после этого говорится, что она тесно связана с Владимиром Путиным. Ну, к сожалению, не добавили, каким образом она связана. И компанию им составили тоже очень интересные люди, хорошая компания. Это целая куча российских военных, которые прославились в Украине. Это, допустим, тот же генерал-полковник Мизинцев, которого называют мариупольским мясником. Или еще один мясник-бычанский мясник, полковником Урбеков. Вот это те люди, которые попали в этот список. Субтитры создавал DimaTorzok